Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Сиди Сергеевич, как по вашему должному должен ли был сегодня мэр Собянин приехать на пожар в метро, а не исполнять ритуал утверждения отставки? Собянин должен был повременить с отставкой, приехать и проконтролировать, чтобы все необходимые действия по вызволению людей и по скорейшему пресечению пожара были выполнены. Потому что в роли полномочного мэра это, конечно, сделать проще, чем в роли какого-то переходного чиновника, непонятно, то ли мэр, то ли исполняющий обязанности. Я считаю, что на самом деле и Собянин, и Путин, к которому он поехал, они имеют прямое отношение к этому пожару. Дело в том, что мы сразу проанализировали ситуацию, выяснили, что за последние три года резко сократилось финансирование безопасности в московском митрополитене. Ответственность Путина всего федерального уровня в том, что из федерального бюджета с 2011 года финансирование вообще прекратилось. Из московского бюджета оно тоже уменьшилось, но оно изначально было меньше. В результате общий объем денег, который направлялся на эти цели, за три года, как раз вот эти Собянинские, два с половиной года, сократился более чем в десять раз. Хотя три недели назад мэр Москвы устроил пиар. Он сказал, что метро у нас самое безопасное в мире, что-то в этом роде. И вообще мы сделали пилотный проект по безопасности метрополитена на станции Охотный ряд. То есть именно там, где сейчас произошел пожар. Вот такие, да, туда ездил еще Медведев, смотрел эти системы безопасности. Тоже как бы вот все говорили, как все хорошо. А что, это, кстати, не первый пожар в метрополитене. Что это все означает? А то, что мы не можем верить чиновникам, когда они на экранах телевизора нам рассказывают, как все прекрасно. Как раз, скорее всего, все наоборот. И мы не застрахованы, москвичи не застрахованы от новых чрезвычайных ситуаций в метро, например. Мы теперь это прекрасно знаем. Система безопасности дает очень серьезные сбои. А мэр занимается своей избирательной кампанией, ускоряет приближение выборов. Мне кажется, это неправильно. Денис Зумеров, вопрос. Какие у вас претензии к московским властям действующим? Ну, претензий, на самом деле, достаточно много. Я вот хотел бы просто добавить. Ведь в действительности проблема, которая сегодня случилась в метро, она на самом деле системная. Так же, как и любые другие проблемы, связанные с системой администрирования и управления в целом. Мы видим, что несоразмерно повышается оплата за московский метрополитен. Метрополитен является прибыльнейшим предприятием. И его нынешнее руководство мэрии в течение последних лет только и думает о том, как приватизировать. При этом оно частично уже де-факто приватизируется. Те или иные службы, которые раньше в московском метро имели государственное подчинение, будь то службы вплоть до уборки, до, соответственно, как бы обслуживания охраны московского метро. Сейчас переводится на так называемый аутстаффинг, аутсортинг. То есть, фактически, московские власти и государство в целом снимает с себя ответственность за происходящее в подземке. При том, что подземка является, как мы все прекрасно понимаем, важнейшим объектом гражданской обороны. И когда в мирное время он начинает давать такие сбои, на самом деле говорит нам это только об одном. О том, что власть, как уже здесь было отмечено, не способна в том виде, в котором она сейчас существует, управлять страной, управлять Москвой. И любые попытки устроить, скажем так, пиар или переизбирательство в сложившейся ситуации является одним из ключевых моментов, по которым этой власти доверять нельзя. Потому что мы все прекрасно понимаем, пройдет год и, скорее всего, Собянина москвичи никаким образом не изберут. Потому что за год будет изменено очень многое. Планируется в Москве, в частности, отобрать у людей остатки льгот. И москвичи, у которых не будет льгот, за мэра, который их отберет, который пока что еще не имеет народного мандата, никогда не проголосует. Но главная претензия к Собянину даже не в этом. Главная претензия в том, что, будучи исполнителем той системы, в которой он существует, он исполняет ее, собственно говоря, не то что безинициативно, а безропотно и делает все, что ему указывают свыше. Последняя инициатива даже Департамента по культуре Москвы, которая, естественно, идет с одобрением мэра Москвы, она, конечно, не в связи с этими событиями, но она смешна чем? Планируются все памятники в Москве, исторические, культурные, скульптуры, вот сегодня тоже в новостях на Mail.ru прошло, заменить на такие же копии, а эти памятники оригинальные поставить в музеи. То есть, ну, смысл тогда нахождения памятников на улицах, если это будет копия тех памятников, которые будут стоять в музее, все это дело также может в дальнейшем оправдать и снос исторического центра Москвы, от которого активные партии Яблоко и представители левых организаций занимались. То есть, речь идет о системной несистемности в целом, о том, что система сама себя пожирает, и как подтверждение самопожирания системы, это скорейшее проведение 8 сентября, подчеркиваю, непрямых выборов мэра Москвы, потому что речь здесь не идет о выборе вообще какому бы то ни было. Только системные партии, имеющие свое представительство в органах местного самоуправления, там же есть такое понятие, как так называемый муниципальный барьер, это 10% от всех депутатов, то есть 125 депутатов, должно еще, несмотря на то, какая партия выданет, поставить галочки в своей подписи за то, чтобы этот человек состоялся. А остальные этого попросту лишены, потому что мы прекрасно знаем, что хоть в этот раз в муниципальном собрании большое количество представителей оппозиции, но абсолютно единичные партии могут рассчитывать на выдвижение своего кандидата на пост столичного городоначальника. А чем вы, Сергей Сергеевич, объясняете спешку, которую проявляет партия власти и Сергей Собянин со своей отставкой? Ну, я согласен с тем, что Собянин опасается существенного падения своего рейтинга, своей поддержки через год или, тем более, через два, когда должны были состояться выборы нового мэра по плану. Почему? Потому что я бы назвал самую главную причину. Он сегодня запустил несколько очень крупных, очень затратных, дорогостоящих проектов реконструкции дорог в Москве. Это расширение магистралей, это реконструкция Ленинского проспекта, северо-западная хорда, дублер Кутузовского и так далее. Практически все он хочет расширить. Мы прекрасно понимаем, и эксперты, специалисты по транспортным системам прекрасно понимают, что все это не приведет к уменьшению количества пробок. Почему? Потому что везде рядом с этими расширяемыми магистралями останутся так называемые бутылочные горышки, то есть узкие места. И автомобили так или иначе будут в них упираться. Поменяется конфигурация пробок, но сами пробки никуда не денутся, их даже, возможно, станет больше от этого. Но при этом пострадает огромное количество москвичей, сотни тысяч москвичей. Это прямая угроза здоровью, потому что врубаются зеленые насаждения. Магистрали вплотную приближаются к жилым домам, люди дышат всей этой гадостью. Затруднения у людей возникают, потому что не предусмотрены, например, подземные переходы под этими магистралями, монстрами. Они вообще никакие переходы. Они будут вынуждены обходить или на тех же автомобилях объезжать где-то с закоулками, забитыми другими автомобилями, потому что это все предсказуемо. Кроме того, будет падать стоимость их квартир, потому что в таком месте, естественно, квартиры станут менее привлекательными. Вся эта совокупность факторов сработает как раз, ну, где-то вот к 2015 году. И Собянин, видимо, нутром это чувствует, что вообще-то с такими проектами за спиной своей он на выборы уже пойти навряд ли сможет, его никто не изберет. Сейчас еще мало москвичей догадывается, не все догадываются о последствиях. Только те, для кого уже прозвенел звоночек, ну, например, жители рядом с Ленинским респектом, да. Но в целом москвичи еще не осознали, что их ожидает. И он играет на упреждение. В общем-то, рациональный шаг для него лично. Он понимает, что сейчас вот надо ловить момент, избраться, потом уже, имея такую легитимность избранного мэра, вот, значит, народный мандат. Он, значит, закончит вот это, фактически, разрушение Москвы, уничтожение нашего города. А к тем, кто будет возмущаться, выходить на митинги, он скажет, ну, извините, меня же избрали, москвичи меня избрали. Значит, они мне дали на все это разрешение. Вот, поэтому, с его стороны, это, в общем, рациональный шаг. Но для Москвы ничего хорошего этот шаг не несет. Редактор субтитров А.Семкин